Всем привет, с вами MailStorm и вы смотрите первый специальный выпуск датаскопа, посвященный последнему мейджору DPC сезона 2018-2019 – Epicenter Major. В этой серии выпусков мы познакомим вас со всеми командами-участницами мейджора, расскажем об их пути, силе, стиле и амбициях. Достаточно вступлений и пояснений, давайте приступим к делу. В этом выпуске мы поговорим о командах, забравших квоты в Европе, Северной и Южной Америке. Сперва о регионе, который считается самым слабым, но не перестает удивлять нас – о Южной Америке. После распада хаос, которые были признанными лидерами в этой части квалификации, всем было интересно, какой коллектив займет место Мизери и Вихи. Этой командой стала Payne Gaming. Собранные вместе 30 марта этого года, Payne имеет в своем составе как более успешных опытных игроков, как, например, Лепоса, поигравшего в Северной Америке, или Фудиер, участвовавшего в составе SG еще на Киев Мейджор. Но также у них есть в составе и 4-4-4, который играет с 2017 года и не успел еще заявить о себе. Отборочные получились для Payne простыми. Все игры они сыграли примерно за 30 минут. Единственную карту бразильцы уступили Gorilla Sprite в ничего не решающем матче. Выбор героев Payne был достаточно разнообразным. Даже такие интересные вещи, как Пангольер в мид или Баунти Хантер в легкой, были показаны. При этом практически в каждой игре их преимущество над оппонентом начиналось со стадии лейнинга. Показательный в целом для квалификации момент случился на 28-й минуте в матче с Эго Бойс. Как видите, Эго Бойс идут в смоках, но их полностью читают. К тому же, по какой-то причине, дайер рассредоточились в момент выхода на мид. Чем момент показателен? Как минимум, тем, что Payne отлично воспользовались такой грубой ошибкой соперника. И наказали его. Их популярными героями на квалификациях стали Тролль, который был пикнут 4 раза, Абаддон 3 раза и Бэтрайдер 3 раза. Всего 24 героя за 7 игр. Считаю, что хороший результат для них 9-е и 12-е место. Но, скорее всего, коллектив расположится на 13-м, 16-м местах. Куда интереснее судьба второй квоты Южной Америки, которая была разыграна в плей-офф. Без особого труда ее завоевал перуанский коллектив Infamous, уступив лишь одну карту из 8. Интересен этот состав тем, что в перуанской команде есть один аргентинец Попита, достаточно известный за пределами своего региона. Но вот кроме него Южного Американца в составе нет. Датчане Хастаджоротен и Бивер, Словак Оливер и немец Блэк. Датчаны Словака вы можете помнить по выступлению за Team Spirit. Для того, чтобы рассказать про Блэка и его карьеру, мне придется снять дополнительный выпуск. Доминик за несколько лет существования Доты поиграл в Европе, Китае и Юго-Восточной Азии. Был тренером, талантом и даже победил такое страшное заболевание, как рак. Сложно назвать Блэка величайшим игроком, но он определенно великий человек и неотъемлемая часть комьюнити Дота 2. Infamous пикнули 34 различных героя за 15 поединков, делая большую ставку на Сен Кинга 8 раз. Гримстроук и Тролль были пикнуты 6 и 5 раз соответственно. Я покажу вам один момент из финальной игры региона. Соперник снова и Габойс, видимо, третья по силе команда региона. Красота. Так красиво, что Оливер, видимо, побежал звонить родителям и рассказывать о победе в квалификации. Иначе как объяснить, что при пятерых соперниках в статике и кинетике он умудрился погибнуть? К слову, вместе они играют лишь с Майя. Считаю этот коллектив слабейшим, даже с учетом команд, которые пробьются через Майнер. По версии Датаскопа, топ-13-16 их потолок. Теперь поговорим о Северной Америке. В этом регионе было лишь две достойных команды. Первой из них, вопреки ожиданиям, стала Форвард Гейминг. Так, Явар, CCNC, Снейкинг, МСС и Пай Лай Дай закончили групповой этап без поражений. Форвард претерпели целый ряд изменений за последние месяцы. Так, на замену Резолюшину пришел CCNC. Снейкинг сменил Юниверса, а Пай Лай Дай заменил уже заменявшего SVG Китрака. Единственной проблемой для них стала встреча со страшными Evil Geniuses в составе Артизии, Сумаил, С4, Крит и Флай. Я не буду разбирать игры в этом регионе, в том числе плей-офф, так как кроме поражения EG в первой карте финала плей-офф, не было даже намека на борьбу в остальных играх. Так скажем, игра между EG и BlackShip закончилась за 10 минут 53 секунды и стала самой быстрой игрой за все квалы. Самое интересное произошло во встрече Форвард и EG в группе, которая и определила судьбу первой квоты. Матч выдался жарким и полностью соответствовал духу квалификации. Команды были не собранными, EG еще и уставшими и делали кучу ошибок. Сперва Форвард не смогли задавить алхимика EG и упустили инициативу. Затем гении наошибались и отдали преимущество оппоненту. Но Форвард были чересчур пассивные и неаккуратные и снова вернули контроль. Фатальным решением стала попытка EG снести Эншент вместо аккуратного демонтажа вышек и бараков. В ответной атаке Форвард выиграли игру. Отдельно я бы выделил Пай Лай Дай, который творил невероятные вещи, например, вот эту. Форвард сыграли чуть меньше игр, выбрав 25 героев за 7 карт. Самыми популярными стали Гримм Строук 4 раза, Нейчерс Профит и Разор по 3 раза. EG использовали аж 41 персонажа за 15 карт. При этом Свен Смидасом выбирался аж 7 раз. По 5 Сайленсер и Дум. Безусловно, Форвард стали смотреться лучше после замен. Они заняли первое место в отборочных. Вот только назвать их лучшей командой региона даже на данный момент я не могу. Особенно, учитывая вылет после групп на ESL. Считаю, что ТОП 7-8 для них отличный результат. Что касается EG, то это безусловно команда экстра-класса. Вместе они играют уже больше года, но им все еще чего-то не хватает для чемпионства. Какой-то мелочи, которая раз за разом не позволяет им завоевать чемпионский титул. Хотя в финале ESL они остановились в шаге от первого места. И все же. Ставлю EG на их привычное ТОП 3. Ниже они не должны опускаться из-за своего высочайшего уровня, но выше поднять их не могу. Тем не менее, это всего лишь прогноз датаскопа. Европа По моему мнению, на данный момент это сильнейший регион. Китай еще не до конца набрал форму. Их лучшие команды хуже топов европейского региона, да и в целом тир-один команд в Китае меньше. В старом свете развернулась жаркая борьба за слоты. С одной стороны, квот было больше, чем в других регионах. С другой стороны, и претендентов хватало. Финалисты четвертого мейджора Liquid и Secret. Амбициозные OG, а также NIP и Alliance. Так вышло, что именно эти пять команд боролись за поездку в Москву. Начнем с Secret. Действующие чемпионы мейджора и лидеры GPC сезона закончили группы со статистикой 6-1 и забрали прямой инвайт. Но не все далось им так уж легко. Так, именно команда Пупея поставила рекорд по длительности матча среди всех регионов. 97 минут 22 секунды с The Final Tribe. С другой стороны, это квалификации, и вряд ли на ней мы видели лучшую игру Secret. Состав команды не менялся с самого начала сезона. Открытие года ниша на кэри и вернувшийся на тройку, а вместе с тем и на топовый уровень, Зай, невероятно усилили команду, в которой уже и так были самый неординарный мидер современности Мидван и уникальный игрок четвертой позиции и обзор. Говорят, что у этой команды только одно слабое место. Пупей, который иногда принимает странные решения на драфтах. Вот только не стоит забывать, что именно Пупей является и сильнейшим звеном в коллективе одновременно. Он абсолютно уникальный лидер и непоколебимый авторитет. От Secret мы видели в этом сезоне многое. ОД с Аганимом, Путш в сложной, и все это работало. В придачу к диковинным стратегиям, Secret великолепно исполняют стандартные драфты. Настоящим шедевром квал стала уже упомянутая игра Secret против The Final Tribe. Secret уже на 36-й минуте против чудовищно сильного пика оппонентов остались без двух сторон. Но даже в такой ситуации смогли легко вернуть контроль над игрой и комфортно чувствовали себя без четырех бараков в течение целого игрового часа. Выделю пару моментов. Так на 59-й минуте Enigma выдает два блокхола в БКБ, сбить которые казалось бы нечем, но Зай спасает ситуацию. Финальная драка стала настоящим шедевром. Ебзор пытается инициировать. Ловит Хекс Фиверну, а затем переключается на Снайпера. Следом, с помощью Этериала Пупея, Шарда и Сильвера спасается. Но только чтобы через несколько секунд снова вернулся, при этом переложив Iron Disc из рюкзака, благодаря чему со следующим получением урона срабатывает комбо-брейкер. Фактически, именно этот момент позволил Secret завершить матч буквально через минуту. Среди героев этого коллектива чаще других появлялся Леон. Четыре раза. Остальные не более двух раз. Всего 24 персонажа за 7 карт. При этом команда никогда не приезжает на турниры в плохой форме и всегда ставит задачу топ-1. Безусловно, именно Secret главный фаворит на Эпицентр. Особенно после прошедшего ESL-1 Бирмингем, на котором этот коллектив снова подтвердил свой высочайший класс и завоевал титул чемпиона. А теперь давайте взглянем на то, что произошло в плей-офф. В упорнейшей борьбе на турниры отобрались Liquid и OG. Несмотря на выход в финал прошлого мейджора, а также на второе место в квалификациях, проблемы с игрой Liquid были очевидны. С самого старта сезона с командой происходит что-то неладное. Пропуск первого DPC цикла, замена на втором, топ-16 на третьем. Тем не менее, многие верили, что команда продолжит искать свою игру и сможет найти ее к концу сезона. Не нашла. За несколько дней до старта турнира, как гром среди ясного неба, грянула новость. Матумба Мэн переведен в запас. Ну а по-нашему, кикнут. В связи с этой заменой, Liquid становится одной из самых интересных команд эпицентра. Капитан Кура и его верный помощник Джейдж на саппортах. Майн-контрол, надежная опора на тройке. Но главной звездой этой команды всегда был Миракл. На мой взгляд, именно он на долгое время закрепился в головах людей, как лучший игрок мира. Что касается Матумбы, то Финн выполнял огромное количество черновой работы. Спейсил, отвлекал, вредил, пока Миракл и остальные игроки набирали силу. Только вот последнее время такой стиль перестал приносить успех. А перестроить игру не получилось. О том, кем будет заменен Ласса, на момент записи этого выпуска информации нет. Хотя, в момент релиза, возможно, уже будет. Ходят слухи о V3-3, но даже если они верны, финальное решение может быть изменено в любой момент. В любом случае, игра команды сильно изменится. В том числе, сам шаблон игры. Ну а я предлагаю взглянуть на один из моментов, который наглядно показывал печальную игру Ликвид и ее проблемы до замены. Вот вторая игра финала с Alliance. Вроде бы, как и Сикрет, Ликвид делают камбэк. Только вот в отличии от The Final Tribe, делавших в матче Сикрет все на высшем уровне, Alliance раз за разом дает шанс на камбэк. Так и Нигма с рефрешером врывается под Стоунгейса Голема. Шторм отдается в простейшей ситуации. И даже так, раз за разом, совершая ошибки, Alliance снова захватывают доминацию на карте. Или, вернее сказать, Ликвид дает им это сделать. Пикнули 39 героев за 14 встреч. 5 Энигм, 4 Сэн Кинга и 4 Шадоу Шамана. Несмотря на замену прямо перед турниром, я поставлю Ликвид достаточно высоко. Хотя, стоит отметить, что предсказывать их результат все равно, что кидать 16-игранный кубик. На мой взгляд, сильная четверка, где каждый на своем месте, а также сильная организация, позволят не только хорошо выступить даже с новым игроком в составе, но и получить нужного игрока, предложив ему выгодные условия. Иными словами, все зависит именно от замены, а не от текущего ростера. В общем, топ-5-6 нашего рейтинга. Совсем другое дело OG, которые заняли третье место в отборочных, чего хватило для попадания на эпицентр. Да, у них все еще есть некоторые проблемы с исполнением, но они уже четко обозначили свой стиль и продолжают его совершенствовать. Именно OG в их лучшей форме для меня являются командой, способной сокрушить любого соперника, затянув свой хитрый стиль. Впервые этот состав мы увидели в июне прошлого года, а уже через пару месяцев они выиграли главный турнир по Dota 2. Абсолютно уникальные коры Ана и Топсон, которые опираются на стабильно играющего тренера Себа. Четверка — финский игрок Джеракс, ну а на пятерке — боевой дух и мораль команды — No Tail. Как пример, почему я ставлю OG высоко, их третья карта в плей-офф. Посмотрите, в какой позиции OG удается зажать своих оппонентов. Да, драку выиграть не получилось из-за не очень крутой раскидки с пылов, но сама по себе позиционка крайне печальна для Liquid. Их полностью окружили и могут напасть на любого героя с любой стороны. Думаю, такими темпами OG не ощутили бы жидких при встрече на турнире, но замена Liquid может внести некоторые коррективы. OG взяли 34 персонажа за 15 противостояний, 7 троллей, 4 оракла, гримстрока и сайленсера. Топ-4 — отличный результат для них, и я поставлю на этот результат вопреки результату на ESL. К тому же команде очень важно хорошо выступить, чтобы укрепить свою позицию в DPC рейтинге. На этом мы завершаем первый выпуск, посвященный представлению команд-участниц EPICENTER MAJOR. В следующем выпуске нас ждут коллективы из Юго-Восточной Азии, Китая и СНГ. Китая и СНГ. Китая и СНГ.